В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День Матери. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день мы говорим слова благодарности своим мамам за любовь, добро и теплоту, которую они дарят нам. Смотрите наш репортаж о торжественном приеме главы Славянского района, посвященном Дню Матери. В преддверии этого замечательного дня на прием к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены многодетные мамы. Приглашенные со всего района, самые разные по профессии. Есть среди них учитель, бухгалтер, культорганизатор, работник в социальной сфере, музыкальный руководитель, административный работник. Объединяет их огромная любовь к детям и желание делать добро. Я считаю, что это самый главный для вас праздник, потому что главное предназначение женщины, главная миссия на этой земле – это рожать и воспитывать детей. Спасибо, что у вас это все получается. На сегодняшний день на государственном уровне я считаю, что охрана материнства и детства тоже очень высоко ценится и поддерживается. И благодаря этому существуют разные программы, краевые, федеральные программы. Все начинается с семьи. Даже если мы пытаемся ребенка переучивать, доучивать в школе, в детском саду, но, наверное, ничего не получится, если не будет заботы, если не будет воспитания родителей. А самое главное – воспитание – это мама. Каждая из приглашенных была представлена, все узнали об их профессиональной деятельности, о детях и их успехах, чертах характера и увлечениях в свободное время. О каждой из них можно долго говорить, не жалея самых высоких слов. И где бы мы ни находились, материнская нить, она никогда не прорывается, она всегда думает о нас, любит нас, верит в нас. Поэтому спасибо за ваш такой материнский долг. Вы сегодня многодетные семьи, вы знаете, какой ценой достается воспитание детей. Вы еще трудитесь и на производствах успевать. Я, наверное, думаю, что у женщин, наверное, по 29 часов в сутки. Они успевают и постирать, и управиться, и за детьми, и везде, и везде. Поэтому вам терпения, крепкого вам здоровья, успехов. Для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни, чьим мнением, вниманием и заботой мы дорожим даже тогда, когда сами становимся взрослыми. Всеми вопросами вы занимаетесь самостоятельно, вместе, и разделяя ответственность за воспитание детей, несете ее полноценно, как папа, так и мама, так и за все остальные моменты, которые у вас происходят. Поэтому и дети у вас грамотные, осознанно идущие вперед, и принимающие правильные решения по выбору профессий, и дающие серьезные, хорошие результаты, которые вас, естественно, радуют. А в семье нет ничего приятнее, когда есть успехи у детей. Популярные славянские артисты исполнили для всех собравшихся прекрасные песни. Они были о самом главном – о материнской любви и благодарности к мамам. Затем состоялось награждение. Благодарственные письма за достойное воспитание детей, большой вклад в укрепление семейных традиций и в честь Дня Матери, и ценные подарки были вручены всем приглашенным. Мы, женщины обычные, никаких подвигов не совершили. Просто родили детей для себя, для того, чтобы нам в жизни было с ними тепло, светло, уютно. И, кажется, вроде бы ничего такого не произошло, но, оказывается, и глава Славянского района, и у нас глава в Анастасиевском сельском поселении, они отдают должное. Им не все равно. Это очень приятно и радует то, что многодетные семьи помолодели, что в семьях 4, 5, 7 детей рождается. В многодетной семье не бывает скучно. А радует то, что все цветы для мамы детских рук, песни тоже для мамы, и даже последняя ягодка на тарелке тоже для мамы. Это очень ценно, потому что все идет действительно из семьи. Радует то, что в нашем районе большое внимание уделяется молодежи. Детские площадки для детей, детские сады для наших малышей. Участники приема отметили, что в нашем муниципалитете созданы отличные условия для юных славянцев. И это очень радует многодетных мам. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям в адрес мам города и района. Пусть прекрасное праздничное настроение не покидает их, и во всех делах им неизменно сопутствует удача. Андрей Вишневский.